Сайенс Слэм Это движение, которое появилось в Германии, представляет из себя научную биту, как правильно называют. Это фактически выходят ученые и презентуют свои работы в произвольной форме в течение 10 минут. Критерием оценки являются хлопки зрителей. Шум, грубо говоря. Победитель определяется тоже научным способом при помощи аппарата, который называется шумометр. Такое интересное название. Люди аплодируют. Слушайте, супер. А так скажите, как можно вообще о науке рассказать за 10 минут? О каком-то изобретении? Можно, но очень сложно. Безумно сложно. На самом деле элементарно. Я с тобой поспорю. Хорошо, но элементарно, если вы на это потратите около месяца работы, не отходя от кассы, грубо говоря. Как вот этот мега популярный научный проект будет проходить у нас в городе, в городе Хабаровск? Мы будем проводить его в клубе. Вообще это формат вечернего мероприятия, но он подразумевает такую лаунж-зону, то есть зона отдыха, когда вы можете прийти, расслабиться. Здесь никакого напряжения быть не должно. И в баре, ну или на каком-то сцене клуба выходят молодые ученые по очереди. И в течение 10 минут, ну 10 минут это максимум. То есть кто-то за 7 минут, кто-то за 5. У меня было время 8 минут, у ребят было время 6 и 9 минут. Ну по-разному. По-разному, да. И они рассказывают в спокойной форме, не волнуюсь. И цель здесь не просто вывалить всю свою кашу, а просто вам рассказать. Вы слушайте, и потом еще можете задать вопрос. А работами на ученых, они могут быть и глобальными, и какими-то вообще вплоть. Да, и единственное требование, чтобы это была именно твоя работа. То есть это не где-то прочитано с Википедии, да, это твой научный продукт, который ты как бы сам делал. Ну а кстати, за счет этого я хотел бы дополнить, что есть моменты, но не в Хабаровске, а в России и в мире, когда люди находят интересную разработку, и эту интересную разработку они озвучивают, но доступным языком. Кстати, вот этот Science Slam, он дополняет всю науку, прямо говоря, тем, что мы здесь от момента старта, когда мы придумали, сделали что-то, до момента реализации. Вот этот Science Slam, это переходный мостик, это самая важная часть. Какие темы будут представлены при открытии нам зависту тайны, если вы знаете? Конечно знаем. Ну у нас здесь практически наизусть. Информационные технологии, тема будет о них. Да, нейронные базы данных, да, это... Потом у меня будет тема, касаемая слабости твердого сплава, это материаловедение. У нас будет рассказ про химию, это очистка топлива. У нас будет рассказ про авиастроение. И у нас будет рассказ про робототехнику. Оказывается, не только стендапы могут быть научными и занимательными. Вот в Дальневосточном художественном музее открылась выставка, и она тоже посвящена науке. Прошу. Руками здесь трогать можно все. Музей занимательной науки, проще говоря, экспериментарий. Для того и создан, чтобы приобщаться к миру науки играючи. Он уже 10 лет успешно функционирует в Иркутске. В Хабаровск прибыла передвижная часть экспозиции. И теперь Дальневосточный художественный превратился в место, где законы физики экспериментально превращаются в магию знаний. Например, обычные весы здесь стали космическими. Они могут определить массу человека не только на Земле, но и в других частях галактики. Причем все нюансы доходчиво объяснят. Какие подобные мероприятия все-таки планируется проводить у нас в будущем? Для того, чтобы Хабаровск вошел во Всероссийскую Федерацию СЛЭМа, нужно провести два открытых СЛЭМа. Был один закрытый СЛЭМ в Комсомольске, но сейчас мы проводим первый открытый. И в начале следующего года, весной, мы планируем провести второй открытый для того, чтобы вступить во Всероссийскую Федерацию. Так, а какие у нас будут плюсы, когда мы вступим во Всероссийскую Федерацию? Мы сможем ездить на СЛЭМ в Москву. То есть, а нас уже будут знать, мы такие будем зарегистрированы. Да, да, да. То есть, это будет битва уже всероссийского масштаба, и победители едут на российско-германские соревнования. И таким образом мы... Супер. А вот что получает победитель? Ничего не получает. Нет, он получает. Но как минимум получает овации, потому что каждый из нас, который вышел, это один из многих, кто осмелился рассказать. И за эту смелость он получает благодарность зрителей. Потому что, когда мы рассказываем доступно, нам аплодируют. Как развивается наука в нашем городе? Да, серьезный вопрос. Честно, честно. Честно. Да хорошо она развивается. Мне кажется, Иван хотел что-то другое сказать. Ну, хочу сказать, что как взрослая наука развивается, как будто можно поспорить. А вот среди молодежи очень сильно развивается именно научная подготовка детей, школьников. То есть, еще много есть секций по робототехнике, по каким-то конструкторским направлениям. И это здорово. Вот, кстати, о них сейчас расскажем, о маленьких ученых, у которых все еще впереди. Пожалуйста. Знакомьтесь, Иван Лебедев, юный ученый, подающий большие надежды. Из подручных материалов собрал вот такой причудливый аппарат. Забавная в нем только оболочка. С помощью этого сканера можно изучать любую поверхность, даже лунную. Свою модель Иван обещал усовершенствовать, сделать радиоуправляемой. Я буду для науки полезные идеи добывать и им всякие изобретения посылать, которые помогут им изучать Вселенную. В центре «Техноспектр» в каждом кабинете кипит работа. Впереди у ребят важное событие – городская выставка технического творчества. В ней ребята участвуют впервые, а вот один из будущих экспонатов. В будущем я хочу сделать выставки, музеи подкрою, где будет всякие резьба, будут механические, будут деревянные предметы. Для тех, кто постарше, занятия по робототехнике. Подростки здесь проектируют, конструируют, программируют и о своей работе говорят так, словно занимаются по пьемаше. Для них роботы – дело привычное. Всю неделю, всего лишь неделю. В общем, сделал за два дня, но тут доработать можно всего. Сколько лет потребуется нам, чтобы появилась такая хорошая инфраструктура инновационная на Дальнем Востоке? Верите ли вы? Верим, верим. Конечно, мы здесь работаем, мы хотим здесь жить, и мы верим, что здесь все получится. Сейчас есть на базе вузов бизнес-инкубаторы. Работа их начинается, я бы сказал, заново, как бы новый виток развития, потому что они в свое время были созданы, но потом как-то постепенно. Все делают люди, развивают абсолютно любое дело, конкретные персоны. Приходит новая персона, начинается движ, начинается какая-то жизнь. То есть сейчас работа в инкубаторах ведется, но опять-таки очень много проблем. Финансовая поддержка. Финансирование проблем даже, может быть, методологического толка. То есть те, которые этим занимаются, должны пройти, опять-таки, школу, как это делается на Западе, в том же самом фри. То есть обучиться, приехать сюда и тут заниматься подобной деятельностью. То есть перенять опыт, да? Да, да. Нет кадров. Персоны нам нужны, чтобы наводили движуху. Вот так я буду говорить. Трудник, хочу сказать, бизнес-аккубатора, университета путей сообщения, что люди есть, толковые люди есть, те, кто хотят двинуть науку, тоже есть. Насчет того, когда, сколько времени потребуется, вопрос не такой. Сколько людей нужно, чтобы наука наша двинулась? От себя лично и от нашей программы мы желаем вам удачи. Мы тоже верим, как и вы, что на Дальнем Востоке все-таки будет такое сильное ядро молодых ученых. Ученых, в принципе, и бизнес к ним будет потягиваться с каждым годом все больше и больше. И увидимся, конечно же, на научной битве. Все заинтригованы 12 ноября. Следите за афишей, господа. Да, приходите. Итак, сегодня у нас в гостях были Ярослав Востриков и Иван Ловецкий. Спасибо вам огромное за беседу. Спасибо. Прекрасим вам еще. Прекрасим вам еще.